Т. Вашингтон-Пост, США, температура в Антарктиде поднялась до 20 градусов, побив рекорд, зафиксированный несколькими днями ранее. Эндрю Фридман, Т. Вашингтон-Пост, США, 14 февраля 2020 года, 9 февраля научно-исследовательская станция на острове Симуру Антарктического полуострова зафиксировала температуру в 20,75 градуса по шкале Цельсия. Об этом сообщил Марсероша Франселина, Марчероча Франчелина, профессор Федерального университета Викоса в Бразилии. Температура в 20,75 градусов – это существенное повышение по сравнению с температурой в 19,8 градуса по шкале Цельсия, которая была зафиксирована научно-исследовательской базой Эсперанца 6 февраля. Всемирная метеорологическая организация сейчас проводит проверку этих показателей, чтобы окончательно установить, действительно ли они представляют собой рекордно высокую температуру, зафиксированную в Антарктике. Эти новые данные были получены научно-исследовательской станцией, которая работает там уже 12 лет и которая используется в первую очередь для наблюдения за изменениями в вечномерзлом грунте. По словам Франселина, датчик температуры находится на открытом и плоском участке, где нет никаких неровностей и заграждений. Рэнди Сервени, Рэнди Червены, метеоролог Государственного университета Аризоны, который проводит проверку подобных показателей для Всемирной метеорологической организации, ранее назвал температурные показатели, зафиксированные на станции Эсперанца, правдоподобными. В четверг, 13 февраля, он сказал, что организация проверяет новые сообщения, но призвал отнестись к таким высоким показателям с осторожностью. По его словам, необходимо будет ответить на множество вопросов. Прежде чем температуру в 20,75 градусов можно будет признать рекордно высокой температурой, зафиксированной на самом холодной континенте планеты. Мы будем критически оценивать метадоны этой станции, как долго она работает, насколько точными были передаваемые ей данные, какие инструменты используются для проведения измерений, когда последний раз они проходили процедуру калибровки и так далее, написал он в своем электронном письме. Все эти нюансы имеют огромное значение для проверки точности наблюдений. По словам Франселина, та станция, где был зафиксирован этот температурный рекорд, является одной из 26 научно-исследовательских станций, которые в настоящее время работают в Антарктиде. О необычно высокой температуре в Антарктиде первым сообщило издание «Тагуардиан», которое охарактеризовало ее как новый рекорд. Но Джифферсон Кардиосимойс, Еферсон Чардиосимойс, специалист по ледникам Федеральном университете Рио Гранди Дусула, вице-президент научного комитета по изучению Антарктиды, не верят, что эти показания приборов будут отвечать требованиям Всемирной метеорологической организации, что необходимо для официальной регистрации температурного рекорда. Тем не менее, он считает важным подтвердить факт волны тепла, которая наблюдалась в самой северной части Антарктиды на прошлой неделе. Оба температурных максимума были зафиксированы в том районе Антарктиды, который расположен ближе всего к Южной Америке, самой холодной является внутренняя часть этого континента. Это очень важный результат измерений, но Всемирная метеорологическая организация не признает его рекордом, потому что он был полученен и стандартной метеорологической станции, которая работает уже долгое время, написал он в своем электронном сообщении. Он отметил, что одной из причин, по которым организация, вероятно, откажется учитывать эти показатели, может быть высота датчика для измерения температуры. На большинстве станций такие измерения осуществляются на высоте в 2 метра, а в данном случае датчик был установлен на высоте в 1,5 метра. Температура может быть выше, если измерять ее ближе к Земле. По словам Сервени, инструкции Всемирной метеорологической организации позволяют принимать результаты измерений, сделанных на высоте в 1,5 метра, и в данном случае главным препятствием может стать короткий срок работы станции. По словам Франсилина, 6 февраля станция на острове Сеймур зарегистрировала температуру в 16,4 градуса Цельсия, а аргентинская станция Эсперанция зарегистрировала 18,3 градуса Цельсия. По его мнению, эти показатели удивительны сами по себе. Затем, 9 февраля, бразильская станция на острове Сеймур зарегистрировала температуру в 19,38 градуса Цельсия, и в это же время станция изучения Вечной мерзлоты зафиксировала значение в 20,75 градуса. «Я не знаю, насколько станция Эсперанция или бразильские станции следуют стандартам Всемирной метеорологической организации, однако сам факт регистрации таких показателей – это то, что необходимо тщательно изучить», – сказал Франсилина. Необычно теплая погода представляла собой короткие промежутки повышения температуры на протяжении двух недель. К примеру, 10 февраля температура достигла 16 градусов Цельсия. Согласно прогнозам, составленным с помощью компьютерного моделирования, 7 и 9 февраля температуры на значительных участках Антарктического полуострова, крупнейший полуостров континентальной Антарктиды, простирающийся к северу от его южной границы на почти 1300 километров, примечание редакторов, должна была превысить норму на 6-12 градусов из-за возникновения неподалеку зоны необычно высокого давления. Но средняя температура в первые дни февраля на станции острова Симур соответствовали температурной норме и составляли 3,9 градуса Цельсия. За 13 лет наблюдений в местах наших станций температура вечномерзлого грунта менялась очень незначительно, оставаясь стабильной в большинстве мест и только в некоторых местах демонстрируя некоторую тенденцию к повышению. Только в одном месте мы зафиксировали понижение температуры, сказал он. Эта ситуация резко контрастирует с быстрым потеплением обширных районов вечной мерзлоты в Арктике, таяние которой, вероятно, уже стало важным фактором, ускоряющим процесс глобального потепления. Антарктический полуостров – это одно из тех мест в мире, где потепление идет самыми быстрыми темпами. Большая часть ледников в этом регионе очень быстро тает. Согласно исследованию 2018 года разрушение шельфового ледника у Антарктического полуострова и ускорение движения ледника в море обусловили ускорение процесса сокращения ледяного покрова в этом регионе. С 1992 по 2017 год он ежегодно сокращается на 25 миллиардов тонн. В этом регионе были зафиксированы внезапные распады двух шельфовых ледников – шельфового ледника Ларсена в 2002 году и шельфового ледника Уилкинса в 2008 году. Быстрое потепление в этом регионе заставило ученых более пристально наблюдать за происходящим, потому что процесс уменьшения ледникового покрова теперь охватывает практически весь континент. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова